В этом году по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, Спасский женский монастырь города Ульяновска, как религиозная общественная организация, подал заявку в фонд президентских грантов по направлению сохранения исторической памяти. На днях стало известно, что проект одобрен. Его реализация начнется с 1 июля текущего года. Он направлен на сохранение памяти о людях нашего города, преданных забвению безбожной властью, особенно во времена репрессий 30-40-х годов XX века. Наш монастырь, перед тем, как его закрыли, имел свой участок на кладбище в Воскресенском некрополе. После закрытия, конечно, там все могилки были обезличены, мы даже не знаем конкретно, где этот участок был. Но мы, как нас открыли в 2015 году, мы стали ходить на кладбище. Во-первых, там сохранилась могилка нашей предпоследней игумени Феофании. И мы с помощью нашего ктитора восстановили ее могилку и стали убирать могилки близлежащих. Проект предполагает участие в благоустроительных акциях «Чистая память» и реставрацию значимых для истории города надгробных сооружений, содействие сохранению уникального погребального комплекса в самом центре Ульяновска, Воскресенский некрополь. Он является обрамлением жемчужиной архитектуры Воскресенской церкви, памятника федерального значения. О масштабах бедствия я хочу сказать. Представьте, что у нас 900 человек было расстреляно из числа священнослужителей и монахов. 900 человек в годы репрессий нашего города. Что такое 900 человек расстрелянных? Это если разделить на все население, каждый 500. Я вот, когда говоришь цифру 900, вроде бы ни о чем. Вот каждый 500 это взять 9-этажный дом, 5-подъездный, один человек. И вот представьте, в Новом городе по одному человеку из каждого дома вывезти за то, что он подметал полы, двор там, прихрань и расстрелять враг народа. По словам Валерии Калмыковой, которая помогала разрабатывать данный документ, проект стал еще одним шагом к созданию организации Дома-музея Екатерины Декалиной, Святой земли Симбирской, расстрелянной в феврале 1938 года за веру во Христа. Предполагается также реставрация братского захоронения узников режима гонений. Также проект включает в себя поисковую работу с архивными документами для достоверности сведений о людях и событиях истории нашей малой Родины. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин